Привет! Добро пожаловать обратно на мой канал. Извиняюсь, что я пропадал, но... Хе-хе-хе! Имеем то, что имеем. Начнём с того, что... Начнём с того, что... Начнём с того, что... Начнём с того, что... Я подумал, что я сейчас парень одинокий, и почему бы мне сейчас не попробовать сделать такой эксперимент? На эксперименте всегда хотелось, и подумал, почему не сделать это сейчас? Сейчас я нахожусь в Варшаве, столице Польши, всё очень дёшево. Я решил, почему бы мне не нанять на ночь проститутку? Если мы говорим про эскорт, то для меня час он не работает. То есть, если вот так вот начинаешь думать об этом, я нанимаю эскорт не для того, чтобы вот просто снял штаны, ототрал и отправил на своя сеть. Это совершенно не моё. То есть, мне, чтобы получить удовольствие от процесса, нужно посидеть, поговорить, посмотреть кино. Я не занудный, я абсолютно не романтик. Но мне нужно выпить вина, мне нужно выпить пиво, мне нужно спокойно, нормально пообщаться. И потом уже, через 3-4 часа, если настроение есть, если мне человек нравится, то тогда уже можно поднять к себе в спальню, ну и делать свои дела. Посмотрел я, какие цены вообще в Варшаве на это самое дело. Начинается всё это с час работы человека. Оценивается здесь примерно в сотню, 140-150 евро. Если мы говорим про ночь, то ночь начинается где-то, наверное, с 250, ну вот такой здесь разброс, до 700-800. На самом деле, 700-800, я считаю, что это overpriced for sure. Я не знаю вообще, как вообще это всё оценивается. Но я считаю, что парни, которые оценивают себя в 800, сидят просто без работы. Это вот моя такая, ну, чёткая позиция, потому что я считаю, что если выбор большой, мы же здесь говорим про рынок, и мы не говорим здесь про одного гея на всю деревню. То есть, выборы есть огромные. И парни, которые продают себя, например, за 700, это не значит, что парень, который продает себя за 250, хуже в каком-либо аспекте. Он такой же спортивный, он даже может быть и моложе, поэтому я не вижу, по какой причине ты должен переплачивать 700, если за 250 ты абсолютно не теряешь в качестве. Значит, посмотрел я, пообщался с людьми. На самом деле, договориться можно достаточно легко, все достаточно сговорчиво. Есть, конечно, своими претензиями, но если какие-то начинаются не претензии, а какие-то начинаются препоны, то ты сразу шлёшь куда подальше, потому что я человек, который привык относиться к ситуации, как клиент всегда король. И даже когда мы говорим о подобном виде услуги, ты всё равно клиент. И если ты готов заплатить, я не знаю, до 700 евро за ночь, то ты, по идее, можешь требовать, чтобы тебя пришли и обслужили. А потом, если человек говорит нет, ну, ты говоришь, ну, ладно, окей, я тебя запомню, можешь, не кажется, со мной работать не будешь. Потому что, на самом деле, сервис, он важен в любом аспекте бизнеса. Что интересно, я анализирую всю вот эту вот ситуацию здесь, в Польше, понимая, что часто люди, которые идут на эскорт, это люди не профессиональные эскортники, для которых это полный рабочий ночь, назовем это так. Нет, это люди, которые работают параллельно. Это дополнительный заработок, потому что, видимо, жизнь тяжела, и ты просто не справляешься с теми нуждами, финансами, которые тебе позволяют оплатить твоя работа. И поэтому такой очень многие дополнительные заработки. Я абсолютно не знаю, насколько мужской эскорт отличается от женского. Я 100% уверен, что, например, мужской эскорт в Москве, это совершенно другой уровень, чем, например, мужской эскорт в Варшаве. Когда я анализирую всю эту ситуацию, я думаю, что в России, может быть, конечно, в Украине тоже, ситуация немножко более поставлена на профессиональный поток. О одной простой причине мы говорим о огромном количестве денег, которые готовы быть потрачены на мужской или женский эскорт. Если мы говорим, например, про тех же девчонок, вот буквально у моих вот этих вот сплетнях мы говорили о Кристине Романовой, это девчонка, которая сейчас на холостяке, и ее ценник, начиная с 6 тысяч евро, и сейчас там задирают люди что-то, нет, до десятки за ночь 10 тысяч евро за ночь. То есть вы понимаете, это не какие-то 1400 злотых, какие-то 300 евро. Если мы говорим про серьезные-серьезные бабки. Когда ты, например, общаешься здесь с пацанами, которые готовы на эскорт, и спрашиваешь, сколько? Ну, за ночь 1600. У меня сразу мысль. А что, если ты спросишь скидку? Вот просто, ну, эксперимента ради. Говоришь, хорошо, я возьму, но за 1400. Говорят, да. Я думаю, в России все поставлено на очень серьезный поток по одной простой причине, что там есть серьезные посредники, которые тебе не дадут сбить цену, это раз. А второе, клиенты, для которых сбив цены, он настолько не важен, насколько вообще это может быть. То есть мы говорим здесь про уровень эскорта, где-то поставлен на профессиональный поток, где-то нет. И вот мне интересно, девчонки, например, из Варшавы, кто занимается эскортом? Напишите мне, если у вас есть смелость в комментариях. Мне интересно, сколько берут женщины, сколько берут мужчины, это раз. А второе, и даете ли вы скидки, это два. И согласны ли вы, что женщины, девушки эскортницы стоят в разы дороже, чем пацаны? Потому что, опять же, судя по Варшаве, это очень-очень любительский уровень. Начал я общаться с тремя парнями. Значит, один задрал 700 евро ночь, второй 250 ночь, но он просто сливается, потому что, ой, я работаю поздно, у меня собака не кормлена, ну, чувак, давай, свидать. И вот третий, 23 годика, сколько получается, 1400 злотых, это около 250 евро за ночь. Полный пассив, делай, что хочешь, готов с тобой не просто быть в постели, готов с тобой также беседовать, пить вино, смотреть телевизор, до 9 утра, потому что в 10 минут занятий, ну, студент, который потерял работу. Вот такая вот вам, дорогие мои, проза жизни. Опять, жалею ли я эскортников? Нет, я не жалею, потому что я считаю, это выбор, и ты этот выбор делаешь, как сказать, получая свою компенсацию. Компенсация достаточно большая, учитывая, опять же, вот три таких клиента, четыре, и вот тебе месячная зарплата в 1000 евро, которую получают люди, работая по 8 часов. Сказать ли это легкие деньги? Я такое говорить не берусь, потому что я не в состоянии знать моральный уровень принятия того, что ты продаешь свое тело, и человек, который, возможно, тебе не нравится, будет тобой пользоваться, извините меня, и в хвост, и в гриву, а не спрашивая, нравится ли это тебе. Договорились сегодня на 7. Сейчас я только загрузил сплетни новости. Кто не знает, у меня замечательный канал сплетен и новостей. Ссылочка вот здесь. Переходите, сплетни новости, самые горячие, которые только могут быть. Я с вами выйду на связь. Перед встречей договорились на 7 вечера. Сейчас у нас 4. И, наверное, уже завтра утром я скажу резюме. Вообще получится ли что-нибудь в этом видео? Привет. Я не знаю, вставлю ли я в сегмент с моим скорбиком в это самое видео, но вчера пришел. Типа, давай, делаем так, что я приду, если тебе все понравится, то тогда ты, типа, заплатишь часть денег сразу, потому что меня кидали, меня там трахали и выкидывали на улицу, и не заплатив. Я говорю, храй, он говорит, типа, револют есть? Я говорю, да, револют есть. Если что, сразу переведу. Все. Пришел. Пришел вчера. Шумный, громкий. Сели, значит, по банке пива, бахнули. Он спрашивает, я подхожу. Я говорю, да, подходишь, все нормально. Даю ему, значит, тысячу злотых. И еще по банке мы не вернули. Мне, наверное, не стоило, наверное, слишком много пить. Он идет в туалет и, типа, слушай, чувак, мне нужно тебе что-то сказать. Он, а я уже знаю, что это будет. Где-то в туалет выходит. Я говорю, слушай, знаешь, наверное, ты иди, успели, ладно, эти деньги за беспокойство все. Иди, наверное, домой. Он ожидал, что я сейчас под нему наверх трахать буду. Короче, он, ты уверен? Я говорю, да. Он, мне так неловко. Ну, блядь, ну давай еще, блядь, извиняться перед тобой буду, за то, что, ну, вот, настроенненького нет. Не, ребят, это, конечно, в теории все очень здорово. Мне нравится вот эта вот идея, знаете, вот этого доминирования, когда ты платишь человеку за время, и ты делаешь, что хочешь. У меня вот эта вот есть доминантная часть во мне, когда тебя это очень сильно заводит. Рано. Я сейчас объясню, в чем причина. Когда ты платишь, ты вроде как обязан оттрахать. Ну, ты уже взял человека, правильно? Я, ничего ты не обязан. Некоторые нанимают проституток, чтобы просто, я не знаю, пол помыли. Разные есть клиенты. У меня здесь был, блин, домоколов меч. Вот тебе нужно взять там, его поставить на 4. И, блин, это... Ладно, проехали. Пошел он сразу в WhatsApp, его блог, в Телеграме. И все. Сейчас сижу, пытаюсь приготовить информацию на следующий выпуск «Сплетни новостей». Мне сейчас подсвящено все съемки «Сплетни». Сейчас буду снимать новые «Сплетни». У меня сейчас пошла реакция на еду. Неважно, что я пытаюсь съесть, у меня рвотная реакция на любую еду. То есть, если что-то съешь чуть-чуть больше, чем нужно, вот прям до такого кашель, которая провоцирует вот эти вот рвотные рефлексы. Держусь одной этой, вот «Леди Фит», ребят. Потому что протеиновые порошки, вот именно то, что мне заходит хорошо, насыщает, вот знаете, не то, что супрессант голода, а то действительно ты знаешь, что ты с это съешь, насыщаешься, и нет вот этих вот рвотных пазов. У меня гигантское количество добавок пищевых. И для меня это прямо самая настоящая тема. Сейчас еще, к сожалению, вытем вот эти вот два пустых у меня шоты, 100-миллилитровые шоты. Один, я всегда каждое утро начинаю с витамина С, и второй у меня дает энергию. Вот такой вот с витамином С я беру. Очень правильно, вот я не знаю, кто видит состав. По-польски ничего не понимаю, но мне сказали, что очень правильный состав. И второе, я ошибся, я взял не для энергии, а я взял имбирь и яблоко. А есть еще другой, который я брал для энергии. Вот тут, мне говорили, принимают даже спортсмены. Но держусь вот этим вот панкейки, все вот это вот от Lady Fit, это реально тема, которая работает, это то, что помогает мне снижать голод. Все это очень вкусно. И ты ешь, и у тебя нет вот этого вот ощущения тяжести в животе, в желудке. Вот это вот, конечно, важно. Если говорить про апдейт, ребят, честно говорю, что сейчас у меня совершенно нет никаких сил, не было вот эти вот три недели ничего снимать на этот канал. Но у меня получается такая ситуация, что приезжаю я. Значит, 25-го приезжает в Варшаву моя мама со своей подругой, потому что мне нужно, чтобы за моими дочами кто-то смотрел. И... Кто папина, дочь? Цветок, любимый. Я после 25-го мая, я лечу обратно в Барсу, потому что прикольно было в Варшаве, но три месяца этого хватило на самом деле. Поэтому я не знаю, насколько я еду в Барсу, потому что я думаю, что там сядь хорошую недвижку, но еду я один, без собак, без всех, потому что мне нужно спокойно снять квартиру. А я уже сделал вот это, чтобы уехал с мамой, с собаками. Это было, конечно, самое настоящее месиво, поэтому я спокойно оставляю всех здесь и лечу один в Испанию. Не уверен я куда точно. Кто-то говорит, давай в Сиджи, кто-то говорит, давай в Бильбао, кто-то говорит еще что-то. Я хочу в Барсу, поэтому поеду обратно в Барселону. Мне очень понравилось. Я очень пожалела, что уехал оттуда. Опять же, такие мысли, что... Буквально говорил недавно, я не помню, или я в стрим выходил, или еще куда-то, что у меня очень сейчас депрессивное состояние, ничего не могу с этим поделать. Почему я сейчас работаю? Но сейчас у меня замечательный появился монтажер, просто великолепный монтажер. Знаете, что интересно? Раньше я снимал через день, но у меня так получалось, потому что не хватало сил никаких на монтаж. А сейчас, когда снимаешь каждый день, то сейчас у меня уходит на работу, на сплетни 2,5-3 часа. Не как раньше в 8. И все равно времени не хватает. Знаете, ощущение такое, что ты просто перегораешь, что раньше ты думал, что у тебя сил нет, потому что ты монтируешь, а сейчас у тебя нет сил, потому что ты просто устал. Вот эти вот переезды из страны в страну, они страшны тем, в пандемии, что ты приезжаешь в то место, где ты никого не знаешь. И если раньше, например, я приезжал в тот же Будапешт, ты сразу идешь в первый же ночной клуб, ты сразу заводишь себе приятельный сад, сразу заводишь себе компанию, и у тебя движ. То сейчас, когда вся Европа просто замерла в локдауне, в хроническом режиме локдауна, знаете, все что угодно, только не возвращаться домой. Было бы сейчас самое комфортное это уехать обратно домой. О, Господи, о, там так здорово, там у тебя все друзья, все знакомые, там у тебя родители, там у тебя дома стены греют. Ни за что. Я человек, который никогда не работает здесь комфортной зоны. Мне нужно всегда себя насиловать специально, форсировано, какими-то изменениями в жизни. Я не верю, что в комфорте ты способен родить что-то правильное в этой жизни. Ну, я такой человек, я всегда работающий из-под кнута. Всегда. О, ты жирный? Ах, ты жирная скотина. Урод, ты посмотри на себя. Вот как мне надо стимулировать на похудение. А нет, Антошенька, все хорошо. Ну, давай, может быть, чуть-чуть там урежь 300 калорий минус в день. Только из-под кнута. Я человек такой. И такое у меня всю мою жизнь. Для кого-то это не работает. И сейчас в Испанию опять еду. Не знаю. Извиняюсь, что были задержки. Сейчас 2-3 недели. Вот эти 3 недели не было никаких, никакого видео на этом канале. Но просто пустые. что внутри. В любом случае, подписывайтесь на этот канал. Надеюсь, вам нравятся редкие, но все равно видео на нем. На сплетние новости подписывайтесь. Там видосы каждый день. Сейчас как из пулемета. У нас команда просто бомба настоящая.